Девчонки, кто в Улыбке, Радуге или в других магазинах, где продают нашу Мерию косметику, покупал морскую соль. Розовую соль с добавлениями ромашки, других трав. Сегодня я покажу вам, где эта соль добывается. Крымская соль, настоящая крымская соль. Добывается она вот в таких бассейнах соляных. Я не знаю, передают камеры, нет, но они розового цвета. Это за счет каких-то микроорганизмов. Микроорганизмы размножаются, растут, и поэтому соль бывает розовая. Бассейна здесь много, особенно у кого есть квадрокоптеры. Смотрится, конечно, с высоты птичьего полета шикарно. Запах тут такой специфический. Добыча соли здесь ведется с давних времен. Смотрите, какой красивый розовый цвет с таким голубым оттенком. Специально на технологии. Вот эти бревнышки тоже дорастают. На них тоже соль. О, сейчас покажу вам поближе. Смотрите, какая красота. Сейчас я подойду ближе. Даже видно, какие-то розовые там козявки плывут. Знала, как они называются? Дозабыла или не знала, да забыла? Вот эти бревнышки. Сейчас пройдем, посмотрим. Прошлый раз, когда приезжали, я по таким озерцамбле проходила пешком. Ноги потом были все белые. Вот соль. Здесь еще, наверное, новый бассейн не созрела. А здесь цвет. Даже не розовый, а, знаете, с фиолетовым оттенком. Вот, девчонки, здесь и добывается вот из этих бассейнов с морской водой морская соль, которую мы любим. Она и в косметологии применяется, и в лечебных целях. Я читала, что морская вода здесь по специальным каналам добавляется. Ну, не знаю. Я считаю, что это называется морская соль. Кто? О провернике? Скажите, как правильно говорить. Да, изменилось. Потому что вода не прибыла. Да, воды стало больше. От дождя. От дождя, думаешь? Ну, мне кажется, здесь что-то переделали. Вот этой вот насоби не было. Да, скорее всего, была дождливая весна, и сейчас дождь был. И воды очень прибавилось. Вот так красиво. Вот мы идем по насоби. Я почему-то в прошлый раз сняла интересный ролик, но его мало смотрели. Интересный запах. Вот, раньше мы два года назад, да? Здесь прям соль была. По берегу шли, и она розово-белая. Такая классная, мелкая. Можно было ее набрать. Я тогда камушек взяла солевой. Ой, ну вода. Людей было в прошлый раз. И ложились здесь в эту соленую рапу, наверное. Да, рапу, наверное, лучше назвать. И на каких-то тут таких воздушных, как их называют, которые во всредстве-то одеваются детям. Волончики. Тоже и на них купались. Боже. Такая дикость. Народу. Все фотосессии, все фотосессии. Да, о, вот здесь точно. Вот здесь как раз я и проходила. Ножками. Но есть. Нет, но оно все равно, ты знаешь, можно провалиться. Там же все-таки грязь. А вот на этих пенечках были шапки селедные. Вот, девчонки, существует розовая соль. Ни с какими-нибудь добавками, ни с какими-нибудь подкрасками, если настоящая. И вот она вот отсюда. Микроорганизмы это. И поэтому она такая полезная, если она настоящая. А в Крыму она, кстати, настоящая. Кто увидит соль, розовую соль, берите, можно и обчищать лицо, и в масочку добавлять, и в ванну добавлять. Ну все, возвращаемся, Роксик. Ты сейчас как это, просолишься у нас и будешь как селедка. Собачка в соли. Смелье в соль отпустим. И потом приготовим будет Роксик в соленом маринаде. Беденькая она, она сегодня там училась. Думаю, ей за это мороженое. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все приехали по душе к чему, чтобы смотреть, любопытствовать, и чтобы знать. Друзья, пока.